В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В Комном парке «Русь» прошла игра по лазертагу для детей-участников СВО. Кто быстрее, сильнее, шустрее? Бесплатная, быстрая диспансеризация, не требующая записи, доступна в парке «Опаринки». Ну, конечно, это удобно. Мы стараемся каждый год проходить диспансеризацию. Видно, прошел открытый фестиваль современной поэзии «Русский слог». Я пожелаю молодым ребятам не замыкаться как-то, не писать для себя. Первая игра по лазертагу для детей-участников специальной военной операции прошла в Комном парке «Русь». Организаторы мероприятия – боевое братство ветераны СВО, которые, как никто, чувствуют ответственность за детей своих боевых товарищей. Такое мероприятие для детей-участников СВО проводится впервые. Одна из самых главных целей – охватить весь Ленинский городской округ и в будущем сделать подобные турниры на постоянной основе. «Локальный турнир для детей-участников СВО и их друзей. Лазертаг, кто быстрее, сильнее, шустрее». Около 30 детей приняли участие в игре. Ребята разделили на команды. Их главная задача – захватить базу противника, используя лазерный автомат. «Я могу очень хорошо прятаться, быстро бегать. Ну и еще, конечно, не поддаюсь никогда». Командная игра развивает тактическое мышление и помогает снять стресс. В процессе игроки могут общаться, сотрудничать, договариваться и вести открытый диалог. «Это важно для любых детей, потому что чувство локтя, чувство команды, чувство дружбы даже, оно важно в любом случае». Некоторые ребята приехали сюда со своими папами, которые сейчас находятся в отпуске. «Данное мероприятие – это как шанс провести время с папой, так как он скоро уже уедет. И это как возможность провести с ним время». Помимо материальной помощи, семьям важна еще и психологическая поддержка. И такие мероприятия позволяют участникам СВО, их женам и детям почувствовать внимание и заботу. «Мероприятия такие прекрасные, потому что дети куда-нибудь вышли, и маме полегче в данном вопросе». «Мы были бы рады, чтобы они пришли на вот эти наши мероприятия. Может быть, здесь мы решим какие-то вопросы и какие-то сложности, и чем-то поможем. Еще также у нас в дальнейшем на таких мероприятиях будут присутствовать профессиональные психологи». До конца лета планируется проводить игры в разных уголках нашего округа. В самом конце останутся две команды, которые сразятся в финале и получат призы. Дмитрий Книго, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Когда возникло наше государство, что изображено на гербе, какие законы включает в себя Конституция? Больше о России и ее культурном наследии узнали юные патриоты на открытом уроке в Видновской школе номер 5. В преддверии Дня России в Видновской школе номер 5 для всех желающих прошел открытый урок «Что я знаю о родине», где юные читатели библиотеки номер один смогли блеснуть умом и продемонстрировать свои знания о России. А сейчас кто у нас президент Владимир Владимирович Путин? Молодцы! Викторина будет посвященная, естественно, Дню России. Будут каверзные вопросы для детей. Ну, я надеюсь, что они с ними справятся. И презентация, которая расскажет о истории самого праздника, его возникновения. Ребята хорошо подкованы в вопросах, касающихся государственных символов. Для них не составило труда ответить, как выглядит флаг Российской Федерации, кто сейчас глава государства и даже без запинки спеть гимн. Могучая воля, великая слава, поет о стоянии на все времена. Дети рассказали, за что они любят свою родину. За что ты любишь Россию? Я люблю Россию за ее красивые пейзажи и за ее мужественный флаг, и за то, что она всегда всех побеждает. Потому что русские не сдаются. Россия, она самая огромная страна. Любимая наша страна. Это родина наша. Любимая. Викторина получилась увлекательной. Ребята узнали много нового об истории России, а значит, основательно подготовились к наступающему празднику. Инга Инчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. В поселке Развилка на дороге от дома номер 10 до деревни Ощерина положили новый асфальт. Чтобы минимизировать неудобства для местных жителей, работы проводились в ночное время суток. Данная дорога давно требовала ремонта. Городские службы взаимодействовали слаженно. Пока рабочие выравнивали свежий асфальт на одном участке, на другом новое полотно уже укатывалось с помощью техники. Всего в этом году в муниципалитете планируется обновить 17 участков дорог общей протяженностью 15 километров. Какие улицы необходимо отремонтировать, было решено на основе обращений жителей. Прогуляться по парку, а заодно и проверить свое здоровье. Такая возможность появилась у жителей Ленинского округа. Бесплатная быстрая диспансеризация, не требующая записи, доступна в парке Опаринки. Каждые выходные с 10 до 13.00 взрослые жители муниципалитета могут пройти диспансеризацию в парке Опаринки. Мобильный медпункт ждет пациента в здании лыжной базы. Диагностика едва ли займет больше 40 минут, но охватит весь необходимый комплекс исследований здоровья. В первый этап диспансеризации входит анализ крови, сахар, холестерин, измерение артериального давления, внутриглазного давления, измерение ЭКГ и флюорографии. Флюорограф мы направляем в поликлинику, по месту жительства. После проведения исследований врачи определят группу здоровья и при необходимости пригласят пациентов на более углубленную диагностику. Результаты обследований придут в личный кабинет пациента на госуслугах. В текущий момент по территории Ленинского городского округа, я имею в виду и в город, и в поликлинике, мы подаем отчет еженедельный, прошло более 40 тысяч человек диспансеризацию. Единственное условие прохождения – простой набор документов. Полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Предварительная запись не требуется. Такой формат особенно удобен тем, кто работает в будни и не может посетить поликлинику в течение рабочей недели. Конечно, это удобно. Мы стараемся каждый год проходить диспансеризацию, но это всегда нужно взять отдельный день, это нужно записаться, приехать. Тем не менее, если в выходной, то это нужно как-то детским садиком состыковать. Пункт диспансеризации в парке Опаренке города Видное будет работать до конца августа. Приходите проверить свое здоровье. Юлия Астаферова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Управляющий Подольской епархией архиепископ Подольский Люберецкий Акси посетил Троицкий храм поселка Измайлово, где совершил божественную литургию. Для православных верующих пасхальное время продолжается до праздника Вознесения Господня, потому не случайно именно в этот период архиепископ решил посетить Ленинский округ, чтобы совершить здесь торжественное богослужение. Мы приветствуем друг друга словами «Христос воскресе». Ну и вот с этой вот такой доброй, хорошей миссией, радостной в первую очередь и для прихожан, и, конечно же, для меня, я прибыл сюда, в этот храм Святой Троицы, в Измайлово, чтобы здесь помолиться. Его высокопреосвященству сослужили секретарь Подольского епархиального управления Иерей Константин Семенов, благочинный видновского церковного округа и иеромонах Сафроний Горохольский, настоятель Троицкого храма протеерей Дмитрий Шпанько, клирик Троицкого храма Иерей Дмитрий Шуба. Песнопение исполнил архиерейский хор под управлением Анастасии Кузенко. Видно прошел открытый фестиваль современной поэзии «Русский слог». Авторы из разных городов Подмосковья поделились своим творчеством с гостями мероприятия. И нашим корреспондентом Юлией Стаферовой. Открытый фестиваль современной поэзии «Русский слог» проходил в десяти городских округах Подмосковья. Это первый фестиваль, который предназначен не только для опытных поэтов, но и для начинающих авторов. Генеральным партнером является Московская губернская универсальная библиотека. В этот раз писатели собрались в Видном. В рамках области мы становимся со своим литературным творческим конкурсом премии «Зубово». Мы становимся одними из самых, наверное, признанных в этом плане Ленинский городской округ. Нас принимают как литературная премия уже области. И проходит еще немного времени. Мы становимся уровнем литературной премии «Россия». 6 июня исполнилось 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этом году именно этой памятной дате посвятили фестиваль современной поэзии «Русский слог». Специально для гостей подготовили тест на знание его стихов. На мероприятие вспомнили не только одного из флагманов русской поэзии, но и дали слово современным авторам. В деревне, перекрывая свет в маленьких окнах, не открывались только формы, не всегда скрипела и осыпалась белой краской. На всю стену дома царствовал жасмин, одуряющий пахт. До сих пор полный, то лето, мне было 13. Самая юная участница фестиваля современной поэзии Алисы Киселева из города Дубна прочитала стихотворение собственного сочинения, посвященное блокаде Ленинграда. На белых хлопьях той зимы остались слезы, боль войны, что сильно край родной задела. И стала матери заменой мне та старушек, что когда-то спасла меня под Ленинградом. Мне хлеба корочку дала и молока попить корма. Она меня обогревала, родимой дочерью считала. Одним из почетных гостей вечера был секретарь Союза писателей России Сергей Берсенев. Он отметил, что такие проекты способствуют развитию русской литературы и помогают молодым авторам совершенствоваться и понимать, кем они являются для своей страны. Я пожелаю молодым ребятам не замыкаться как-то, не писать для себя, а как-то объединяться, доверять более, скажем, взрослым писателям, которые действительно хотят им помочь. Потому что вы – будущее нашей литературы. Юлия Астафёрова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова